Дорогие дагестанцы, на сегодняшний день в республике зарегистрировано 15 случаев новой коронавирусной инфекции. Эта цифра ежедневно растет. Еще 26 марта был только один заболевший. Почему это происходит? Ежедневно домой возвращаются около 2000 дагестанцев, в том числе посещавших территории других государств. Уполномоченными органами им предписывается режим изоляции на 14 дней. Большая часть наших земляков возвращается из других регионов России, где в том числе зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией. Среди возвращающихся могут быть носители вируса. Данная категория граждан в соответствии с указом должна находиться на самоизоляции. На период действия режима повышенной готовности. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путином, правительством Российской Федерации, определены и профинансированы меры, строгое исполнение которых направлено на пресечение распространения инфекции. Главная задача – прервать цепочку передачи болезней. Важно понимать каждому, что контактируясь с людьми, вы подвергаете большой опасности и себя, и всех, кто имеет хронические заболевания, и тех, кто младший, и тех, кто старший. Посмотрите, до чего дошло в Италии, Испании. Умирают более 800 человек в день. Сегодня, час назад, на совещанию президента было доложено, что принимаемые меры привели к снижению числа регистрируемых заболеваний в Российской Федерации. Спасибо тем, кто соблюдает правила. А теперь к тем, кто не соблюдает. За соблюдением режима самоизоляции и изоляции в республике ведется контроль. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность. Если несоблюдение режима приведет к заражению или смерти человека, в таком случае наступает уголовная ответственность, вплоть до 7 лет лишения свободы. Но есть еще одна пожизненная ответственность. Это чувство вины за смерть родного человека. У нас от 65 лет и старше более 220 тысяч жителей. Прошу вас, глубоко уважаемые, помочь младшим избежать безрассудных действий. Дорогие лагестанцы, вместе мы можем и должны победить эту угрозу в кратчайшее время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова